Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Привет, друзья! Я Александр Преподобный. И вот она, Россия Путина. В Курске этой ночью опять молнии. Но природа буянит не только там. Вертолет, короче, упал на трассе. На средней просто. Где только не падают или не падали российские птички. Вот очередной российский МиГ-24 навернулся. Нет, в этот раз не на юге Украины, где их за последние месяцы приземлили достаточно. В этот раз вертолетный российский парк уменьшили в Беларуси. О, боже мой. Это страшно там, человек. Как-то, знаете, не очень в последнее время отношения россиян с небом. А вот и Служба безопасности Украины о том же. СБУ поделились просто таким фееричным, как по мне, видео. Отработки дроном по позициям оккупантов на левобережье Днепра. Приблизительно неподалеку от Новой Каховки. Ребята, Новой Каховка вам ну совсем не рада. Вообще прекрасная иллюстрация, согласитесь, пропагандистских воплей о потерь нет. И да, друзья, есть еще более прекрасная иллюстрация от российской службы Би-Би-Си. Ее журналисты рассказали о факте, случившемся еще весной. Подполковник, герой России Дмитрий Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе. Все из-за неудачных местных штурмов, в которых он, собственно, и положил свой весь батальон. Чек не выдержал. Издание «Медуза» вообще сообщает, что перед уходом, как бы уходом, Лисицкий написал Путину и Шойгу письмо о том, как российские войска разгромили под Николаевым. Помните, это было более года назад. Они не могли продвинуться никуда далее, их просто выгнали. Совесть подполковника замучила или по этой совести кто-то помог? Честно, я не удивлюсь любому из вариантов. А вот кого совесть точно не замучает в ближайшее время, так это Олю Скобееву. Да, я понял, как-то даже странно упоминать Скобеева совесть в одной фразе, но... Ну да ладно, элитная кремлевская пропагандистка скорбит о Чангарских мостах, говорит, у них проблемы. Начинаем со срочных новостей ночью в ВСУ. Нанесли удары по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Прямо сейчас Чангарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом выглядит так. Да, согласен, выглядит не очень хорошо. Кошмар. Быстрее сваливайте из Крыма и всё будет опять выглядеть красиво. Вы же знаете ответ. По словам губернатора Сальдо, ВСУ били британскими ракетами высокой дальности Storm Shadow. На месте удара обнаружены осколки с маркировкой, аналогичной той, которая ставится на британские ракеты, произведенные во Франции. Друзья, я добавлю, что вот это всё высокоточные ракеты, которые могут просто залетать буквально в форточку дома. И это, судя по всему, только начало освобождения Крыма. Действительно, начало. К счастью, пострадавших нет. Удар по мосту через Чангар не случайен. Именно через него проложен наиболее короткий путь до Мелитополя. В условиях активности ВСУ на запорожском направлении с уверенностью можно сказать, что таким образом ВСУ пытались сорвать снабжение российской группировки. А вот это, друзья, тот редкий случай, когда даже Скобеева не врёт. Пару ракет и бутылочное горлышко перекопа стало ещё уже. Как, собственно, что-то там сузилось глубоко внутри у Владимира Путина? Для понимания, Крым с Херсонской областью соединяют прямо сейчас три пункта пропуска. Два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них, разумеется, не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. Но точно так же, мы помним, ВСУ начинали свою Херсонскую операцию. Тогда били по Антоновскому мосту. Кстати, Оля, вот как ни странно, здесь я не могу с тобой не согласиться. Действительно, вот аналогичное пиротехническое шоу было в прошлом году в Херсоне. Собственно, чем закончились удары по Антоновскому мосту, я думаю, должны помнить все, даже эталонные ватники с памятью аквариумной рыбки. Давайте напомним. Да, друзья, да, это я намекаю, что скоро будет такая же эвакуация. Ну, прям точно такая. Пересекаем Днепр, большую-большую реку, самую узкую ее с***чать. Но только через Керченский пролив. Но, несмотря на вот такие невеселые параллели в эфире с Кобеевой, все же визжат о победах. И о том, что инициативу они уже, оказывается, решительно перехватили. Вот одна и столько проблема. Уже столько раз российская армия, по словам пропаганды, перехватывала инициативу, а потом откатывалась назад, что мне даже сейчас трудно посчитать. То есть бесконечные попытки атаковать в количестве 16 раз в сутки, такую цифру накануне озвучивало Министерство обороны Российской Федерации, это еще не конец. Будут новые попытки атаковать нашу территорию. Но вы, конечно же, всех опять победили. А сколько в этот раз? Еще раз назову эту цифру. За последние дни, за последние две с лишним недели в ходе контрнаступления украинского вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 танков западных. За время безуспешных попыток контратаковать были уничтожены порядка 13 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Не стесняйтесь, я вас прошу. Всех уничтожили. Наступают исключительно зомби-националисты на тачанках и лошадях в пермешку со слонами и тиграми. А вперед всех гонят за гран-отряд из боевых американских комаров. Президент Путин только что заявил, что мы знаем, что противнику на Украине собираются поставлять дополнительную зарубежную технику. То есть как новую технику? А как же инициатива перехвачена? В конце концов, контрнаступление, оно ж захлебнулось. И тут внезапно оказывается, не захлебнулось, а очень даже продолжается. Шойгу сообщил президенту, что российская сторона ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ. У ВСУ еще остались силы для ведения наступления. Потенциал наступательный сохраняется. Исходим из этого. Ничего удивительного. Обычный эфир обычного пропагандистского шоу. Отстаивают одно, потом же с таким азартом точно же другое. Угрожают, призывают к миру. Векторы направления вранья, знаете, меняются, как флюгеры на крыше. А вот и он, апогей всего этого трэша. Ребята, которые устроили масштабную экологическую катастрофу, планетарного действительно масштаба, и заминировали запорожскую атомную электростанцию, чтобы хоть как-то сдержать украинское наступление, может, типа психи, обвиняют всех и вся. Ну и, конечно же, в терроризме. В том числе возрастает опасность масштабных диверсионных террористических акций Украины. В том числе акции прямого ядерного терроризма. Для того, чтобы вызвать масштабный техногенный теракт, ну, по своим последствиям, сопоставимой с Чернобыльской АЭС, с известной аварией трагической, среди на 80-х годов, Зеленский и его правительство, военное руководство Украины, работают над такими вариантами. Я просто, друзья, напомню. Вот теракт, по мнению Оли, готовит страна, у которой нет ядерного оружия, и, увы, нет контроля над атомной электростанцией в Запорожье. Логично? Да, если мозгов нет, то логика – во. И здесь, конечно, надо также уже заранее продумывать и варианты реагирования, и нейтрализации, и что мы будем делать. Ну, как что делать? Все то же самое, что и до этого. Уничтожать все, к чему вы можете дотронуться, врать и дальше опять угрожать. Слава Богу, что все те, кто предлагает шмальнуть по Лондону день через день по Париже, уничтожить Вашингтон или сразу целиком Соединенные Штаты Америки к Совету Безопасности Российской Федерации отношения не имеет. Ну, слава Богу. Помни Максиому, если Скобеева открывает рот, то она или зевает, или врет. Угрозы в России – это, знаете, что-то вроде любимого такого национального спорта, который любят абсолютно все. От Путина до таксиста. Вот у меня ядерка есть, а у меня пацаны на вокзале сейчас подъедут. Суть не меняет. Следующая порция брехни не заставляет себя ждать. Ну, а Евросоюз неожиданно пришел к выводу, что он не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские резервы Центробанка на сумму в 300 миллиардов евро. Надежды Скобеевой понятны, но они вряд ли оправдаются. Мы тоже помним, как Евросоюзе не могли решиться передавать Украине тяжелую военную технику. Давайте даже так. Шовь передавал нам каски и бронежилеты. Это было ужасно. А счастливы опарды. Все возможно, особенно когда твой сосед неадекватный маньяк и долго это показывает. С российским конфискатом, я уверен, будет так же. В Лондоне с помпой открыли так называемую международную конференцию по восстановлению Украины. Собрала она более 60 стран. Тон русофобскому шабушу задал блинки. В своем вступительном слове глава Госдепа провозгласил, что, дескать, в конечном итоге Россия будет нести абсолютно все расходы по восстановлению Украины. По самым скромным подсчетам, Украине понадобится до полутриллиона долларов на послевоенную реконструкцию. Тревога Скобеевой, кстати, тоже понятна, друзья. Если платить контрибуции, то на зарплаты пропагандистам не останется. Хотя какие зарплаты? Оле тогда придется ухмыляться в глазок совсем другой камеры. С хорошими, удобными нарами. И не факт, кстати, что Женя Попов будет рядом. Хотя мы попросим для них двойную камеру. Мы же люди.